всех приветствую ребята с вами юрий кот мы играем скреп механик и сегодня у нас на обзоре космический корабль от подписчика под ником гиперсон и ссылочку на его страничку вк и на steam я конечно же как всегда оставлю в описании уже были у нас от него обзоры это был дракон и катер и много чего другого тоже было вы всегда можете посмотреть это в плейлисте если кто не видел или если кому интересно вот такая интересная штука получилась на этот раз меня сразу уведомили о том что здесь на этом космическом межгалактическом звездном корабле была еще башня которую пришлось пилить по причине того что очень сильно проседала fps как я уже говорил что сама механика игры она не позволяет нам до конца раскрыть потенциал всех транспортных средств которые мы здесь строим и автомобилей и летательных аппаратов у летательных аппаратов вообще все очень плохо в этом плане в этой игрушке по одной простой причине во первых у нас над нашей карты сейчас у нас мир флэт называется да то есть он ровный никаких нет ни деревьев ни камушков ничего такого есть ну такой вот невидимый купол за который мы не можем пробраться и казалось бы когда самолет вертолет или данный межгалактический корабль поднимается на большую высоту его может перекосаебить он может упереться в этот купол и начинают происходить невероятные вещи им и так очень тяжело управлять за счет ну не знаю летательные аппараты во первых есть мои кривые руки во вторых есть игра которая до конца не доделано последнее обновление которым нам порадов нас порадовали разработчики это были стеклышки стеклышки это хорошо я тоже их просил я давно их хотел но они же не думают что они отделаются одним сраным стеклом в этой игре это песочница инженерная в которой люди хотят создавать очень шикарные вещи всякие разные с различными механизмами все зависит конечно же от нашей фантазии вот здесь это не будет раскрываться в полной мере это очень плохо так если вам нравятся видосы по скрипт механику ставьте лайк делитесь с друзьями конечно же не забывайте подписываться на канал давайте смотреть что у нас здесь есть интересно значит я уже обнаружил двери открываем вот такой вот интересный вход у нас получается в этот космический корабль я так понимаю это трапик через который выбегает звездный десант и и и захватывает планету с какими-нибудь инопланетными существами заходим сюда также у нас а давайте я сразу расскажу по этому ходу чтобы не лезть дальше просто так есть у нас здесь сенсор я сначала подумал что сенсор отрабатывает неправильно то есть логично же будет да если остановлюсь на сенсор кнопка разворачивается ко мне передом ну типа открытой частью работающим механизмом и тогда я могу и без проблем на закрыть но я ошибался ведь все намного проще главное как на это все посмотреть смотрите мы закрываем эту дверь откройте ёпта впусти меня мы закрываем эту дверь твою мать что же такое то давайте наверно дальше стану мы закрываем эту дверь она закрылась и видите кнопки нет но выйти то нам уже как-то надо поэтому здесь гиперсон и придумал сенсор мы сейчас на него становимся вот таким вот образом кнопка разворачивается к нам видимой частью мы нажимаем и теперь у нас трап открывается снова по моему все весьма неплохо только мы сходим сенсора кнопка разворачивается обратно и мы можем теперь ее закрыть так с этим разобрались идемте ко второму выходу или входу входу выходу шлюзу люку двери в общем вы поняли так открываем тогда второй здесь вход реализован немножко по-другому заслонка открывается вверх они вниз но здесь есть ступеньки поэтому проблем для того чтобы сюда забраться в общем то не возникает похоже честно говоря внутри на какую-нибудь подводную лодку причем небольшую достаточно маленькую компактную не знаю как по маневренности сейчас будем разбираться в любом случае это космический корабль который должен летать эпично он должен издавать какой-то гулу космический и все такое также мне нравится цвет в котором выкрашен по моему все весьма симпатично и турбины вот у нас выделяются до гиперсон подчеркнул модули с турбиной я так понимаю что не пружиня давайте посмотрим ох ты ж ё-моё сколько здесь механизмов посмотрите ну насколько я понимаю это повороты турбины которые осуществляют вертикальный взлет потом вот еще есть поворотные турбины и наверное вот это тоже не знаю поворот на это турбины ли не как-то странно стоят наверное нет или да или нет ли да пока непонятно а смотрите есть еще турбины которые видимо выравнивают корабль по горизонтали то есть вверх вниз вероятнее всего это все привязано кнопкам вперед назад влево вправо так ну что ж давайте тогда посмотрим что у нас тут еще имеется а имеется тут еще кое-что интересное конечно же кабина пилота вот по вот этой кнопки мы ее вызываем открывается вот такая вот интересная полка с сиденьем она раздвигается мы в нее садимся выглядит это все вот так вверху у нас есть люк и при нажатии кнопки один у нас все это дело складывается вот таким вот интересным образом давайте я приближу поближе все это дело чтобы вы могли увидеть как это работает о закрылась а у нас люк и сложилось сиденье точно так же она распустилась мы можем выйти распустилась и разложилась нажимаем кнопку 1 все отлично мы заняли свое место вот так вот он симпатично выглядит уже от первого лица естественно все по моему круто мне нравится раскраска мне нравится как выполнен дизайн где-то я уже такое что-то подобное видел в каких-то фильмах возможно фантастических вы давайте разбираться тогда с управлением кнопочка номер один как я уже говорил открывает закрывает сиденье и люк кнопочка номер два это у нас тот самый вертикальный взлет пока не будем никуда взлетать давайте разберемся с другими кнопками те которые остались кнопка номер три это задний вход и выход да вот так это выглядит кнопка номер 4 естественно как вы уже наверно догадались это передних вот вот таким вот образом это все у нас работает теперь кнопка номер 5 кнопка номер 6 насколько я понимаю это повороты которые осуществляются вот этими большими турбинами задней части нашего звездного корабля и турбинами которые находятся вот по центру с правой стороны давайте я покажу как это работает видите она зажглась вот в правую сторону смотрите мы видим что работает поворотная турбина вот таким вот образом точно также работает и кнопка номер 6 влево вправо то есть турбины у нас не только сзади но еще и в передней части корабля ну не в передней может быть центровой наверное в передней я просто не могу сейчас обозрить полностью весь корабль и он действительно огромен и это честно говоря не очень удобно делать давайте пробовать взлетать наверное посмотрим как это работает значит кнопка номер два это вертикальный взлет сначала проверим кнопки вперед назад лево вправо как он балансирует этот корабль значит влево да есть такое дело работает 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 и вперед-назад да да видите выравнивается все достаточно неплохо давайте нажимать кнопку 2 будем потихонечку вот так вот приземляться тик 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 хорошо оп оп хорошо отпружинило типа сели ну наверное он должен садиться нам намного плавнее чем сажусь я но как вы знаете в особенности моих ручонок особенности того как я вообще пилотирую летающий транспорт скреп механик то удивляться тут в общем то не стоит также не стоит забывать друзья что наверху вон там где светит солнце у нас небо не бесконечное она заканчивается и сейчас мы просто нахрен упремся в этот купол и будет все очень плохо при этом звездный корабль очень набирает набирает очень быстро высоту сориентироваться мы не знаю давайте пытаться кнопка номер два и давайте сейчас проверим повороты как это все работает так это все закрываем кнопка номер пять вот пошел у нас пошел-пошел-пошел кнопка номер шесть он разворачивается он разворачивается претензий как бы никаких нет давайте немножко главное не тронуть кнопку е потому что кнопка е это самая боль это самое зло друзья при помощи этой кнопки мы можем катапультироваться из этого корабля но имеется ввиду нет такой функции в корабле вот посмотрите как плавненько мы вообще подзависли все классно все отлично работает при нажатии на кнопку и наш персонаж просто выкидывается из рулевого управления и если на колесном транспортном средстве это еще простительно мы можем его как-то догнать поймать зацепиться там когтями из последних сил за его рулевое управление которое открыто то здесь на космическом корабле который находится в небе да еще и с закрытым креслом пилота это будет сделать крайне проблематично так взлетаем снова и продолжаем маневрировать кнопка номер шесть раз наверно лучше 5 мне кажется так лучше пошел наш кораблик пошел наш кораблик но его нужно немножечко еще от балансировать совсем немножечко так кнопка номер два поп от балансируем давай оп 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 хорошо 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 и наверное нужно кнопка номер два кнопка номер два и еще немножко его выравниваем 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 он застыл у нас ну садиться по моему весьма неплохо но сейчас он может перевернуться хочу я вам сказать вот 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 садись садись хорошо сели ну что я могу сказать летает не все так плохо правда управлять им достаточно проблематично но опять же это не особенность корабля это особенность игры и особенность моих рук давайте пробовать еще почему нет кнопка номер два теперь мы будем разворачиваться в какую-нибудь другую сторону вот таким вот образом но его нужно еще выравнивать видите его немножечко перекашивает вот летит наш кораблик летит наш кораблик все хорошо кнопочка номер два нужно нужно попытаться развернуться больше вот так хорошо прям так смачно развернулись и немножечко вот так вот от балансировали от балансировали и еще давайте смачненько развернемся кнопка номер два хорошо кнопка номер два это наше все друзья осторожненько что 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 происходит что происходит что происходит выключайся выключайся ёпта не переворачивайся хорошо ну в общем то можно сказать что тест как бы пройден по визуализации корабль мне очень нравится он действительно очень стильно смотрится очень мощно шикарно добротно он похож на те корабли которые видел в фильмах по звездным войнам про звездный десант и что-то в этом роде по моему все весьма неплохо давайте сделаем последний финальный взлет поднимайся кнопка номер пять хорошенько так развернемся прям вообще хорошенько развернемся вот так выравниваем ся выравниваем все выравниваем ся ну и давайте наверное садиться уже просто у нас здесь небо понимаете уже небо заканчивается я кстати могу продемонстрировать человек говорю давайте вам просто покажу как это происходит скрип механик если кто тихо 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 если кто не видел то вы сейчас поймете о чем я говорю но я думаю что те люди которые часто играют в эту игру они как бы в курсе давай поднимайся кнопка номер 6 разворачиваемся в другую сторону и И одновременно он у нас выравнивается кнопочками влево-вправо. Хорошо, хорошо. Вот так. Порядочек. Ну, поднялись мы на большую высоту. Он сейчас просто упрется в этот купол. И дальше мы, к сожалению, не полетим. Ни о каком космосе не может быть и речи в этой игре, друзья. Может быть, есть какие-то моды, где можно все закрашивать в какой-нибудь черный цвет. Накладывать какие-нибудь звезды. Я не знаю. Честно говоря, моды даже и не искал. Я строил на начальном этапе, когда эта игрушка вышла. Сейчас пока нет времени. Но есть ребята, есть вы, подписчики, которые предоставляют свои конструкции на обзоры. Значит, вот он, я поднялся. И куда-то летю. Летю, ёпта. Давайте попробуем развернуться, раз мы летим куда-то так далеко. Разворотик. Разворотик, разворотик. Хорошо. Прям красиво так развернулись. Развернулись. Но этого недостаточно. Нужно теперь отбалансировать его по горизонтали и по вертикали. По-моему, я уже... Вот. 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 Хорошо. Ну что, друзья. Наверное, давайте отключаться и будем потихонечку падать. Я попробую сейчас его красивенько как-нибудь посадить. О, как шуршим. Шуршим очень сильно. Ну да. Столько тонн металла или чего. Из чего там делают вообще космические корабли. Из какого-то, наверное, специального сплава, который не горит. Аккуратненько сейчас присядем. Давай, давай, давай. Давай, мой хороший. Совсем чуть-чуть тебе стало. Вот прям подзависнуть. Совсем немножко. Оп. 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 Хорошо. Хорошо мы сели. И... Пам-пам. Всё. Порядочек, друзья. Вот такой вот был обзорчик. Я надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам понравилось видео. Надеюсь, что вам понравилась конструкция Гиперсона. Ссылочку, как я говорил, на его страничку ВК и на Steam я оставлю, как всегда, в описании. Ставьте лайк, если понравилось. С вами был Юрий Кот. А пока, мои хорошие. Всем до новых встреч, до новых видео. И пока. Пока.